Так, не волнуйтесь, ребята, я тоже был тупеньким и не сразу с допёрка к этим пользоваться. Ночь, час безумия, час презрения. Привет, ковбои! Меня зовут Эвойс Ребус, это просто канал об играх, и сегодня я ещё раз расскажу о том, как пользоваться двумя самыми сильными, самыми красивыми и недефолтными умениями с уникальной анимацией и убер-пауэр-силой. Как мы знаем, большинство прокачки Ведьмакет работает пассивно и визуально никак, практически не отображается, даже прокачка умений лёгких и сильных ударов до поры до времени. Но как только мы докачиваемся до третьего навыка в линейке умений лёгких или тяжёлых ударов, у нас появляются эти самые убер-пауэр-скиллы, вихрь и разрыв, соответственно. Но как-то никто нам не объясняет, как они работают, а наученные первыми двумя умениями из линейки, мы понимаем, что никакой доп. анимации у них быть не должно, но работать они должны автоматически и париться на этот счёт даже не стоит. А зря, ведь это далеко не так. Я только к концу основной игры понял, как эта хрень работает. Нужно всего лишь зажать кнопку, соответствующей лёгкой или тяжёлой атаке, и они, при наличии энергии, будут активироваться. Я играю на клава мыши, потому для лёгкого удара и вихря это просто левая кнопка мыши. Я её зажимаю, когда у меня есть энергия, и мы пускаемся в пляс, бодро махая мечом, активируя этот самый навык вихрь. Кстати, вихрь – самая сильная из доступных ведьмаку умений линейки фехтования. Аналогично и с разрывом, только зажимать мне приходится уже две кнопки, shift и левую кнопку мыши для сильного удара. Жмём, держим, видим рыцарский мощный замах Геральта и колоссальный по силе удар, который способный выдать почти 200 тысяч единиц урона. Тоже красиво, безумно мощно, но применять сложнее, а потому не самое сильное умение. К сожалению, это всё. Других умений, которые меняют анимацию, фехтования нет. Но, и как по мне, это чертовски плохо. Зато теперь вы умеете пользоваться хотя бы этими двумя. Надеюсь, это видео вам хоть чем-то помогло, а значит заслужило лайк и подписку на канал. Впереди вас ждёт ещё много ответов на самые распространённые вопросы по ведьмаку от зрителей этого канала. Свои вопросы крайне рекомендую задавать в чатике в Телеграме, ведь уже сейчас вас там ждёт несколько экспертов по ведьмаку, которые помогут вам с вашими проблемами. Они мне иногда помогают с моими глупыми вопросами. Телеграм – это мессенджер, как футсап, только круче есть на всех платформах. Ссылка на чатик и ссылка на свою программу будут в описании. Обязательно помечайте свои вопросы хэштегом «Вопрос», а ответы на них хэштегом «Ответ». И не забывайте в ответе дублировать сам вопрос. Так все, кто есть в чатике, смогут находить ответы на уже заданные вопросы и не задавать одно и то же. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»